Евгения Горская «Мой дом – чужая крепость» Татьяна Устинова, здесь у нас намного интереснее. Вам нравятся книги Агаты Кристи? Дурацкий вопрос. Да кто же из нас, читателей-детективов, их не любит? Вот я, к примеру, больше всего обожаю истории про мисс Марпл. Она без преувеличения моя лучшая подруга. Я все про нее знаю. Про дом с небольшим цветущим садиком в тихой деревушке Сент-Мэри-Митт, где-то на юге Англии. Про племянника Реймонда, успешного писателя, живущего то во Франции, то в Штатах, который очень щедр и содержит любимую тетушку с ее садом. Мисс Марпл расследует загадочные убийства и всякие прочие злодейства. А самое потрясающее, привлекательное и завораживающее, что разгадка тайны и мотив преступления почти всегда оказываются скрытой в истории семьи. И будь то чинный лоснящийся английский пэр или его холодная и немногословная жена, а может их сын, развязный денди-коммунист, мечтающий об истнословном наследстве, карьере художника и горничной Анни. У каждого, при должных поисках, найдется свой скелет в шкафу. Читатель, то есть я, живет с ними, и гадает, и ошибается, а потом, мне кажется, вот будто бы в Англию съездила. Ах, как мало таких книг! Как нам их не хватает! Оно и понятно. Придумать и написать захватывающую историю именно о семейных скелетах в шкафу невероятно сложно. Тем более приятно, что у Евгении Егорской это получилось просто великолепно. Ее новый роман «Мой дом, чужая крепость» – настоящая и чрезвычайно запутанная история семьи, потрясающий и захватывающий детектив. Опасная игра, начавшаяся много лет назад, грозит разрушить до основания жизнь Тони Невзоровой. Теперь ей придется очень быстро во всем разобраться, полагаясь только на собственную сообразительность, решимость и врожденное чутье. Можно ли кому-нибудь доверять? Как узнать, кто подставит плечо, а кто в последний момент предаст? И как принимать верные решения, от которых подчас зависит жизнь, когда весь твой мир оказывается на грани гибели, а события, громадные, ужасные, неотвратимые, надвигаются с ошеломляющей невероятной скоростью? «Мой дом, чужая крепость» – великолепна и очень сложно придуманная загадка. Несколько параллельных детективных линий, то расходясь, то снова переплетаясь, образуют превосходно витиеватый рисунок сюжета, который целиком строится вокруг прошлого и настоящего семьи Тони Невзоровой. А еще мне хотелось бы поблагодарить Евгению Горскую за ее героев. Большая редкость, чтобы в книге мне нравились абсолютно все. Вот так, чтобы без исключения. В романе нет ни финансовых воротил, ни маньяков, ни профессиональных или продажных чиновников. Зато все больше профессора, научные сотрудники, инженеры, авиаконструкторы, врачи, рабочие – и каждый с историей. И, конечно же, со скелетом в шкафу. Возможно, именно поэтому мне так нравятся детективы Евгении Горской. Вот так читаешь и думаешь – далась мне та Англия. Пятница, 14 декабря Смотреть за окно было противно. На сером фоне унылого декабрьского неба медленно проплыла ворона, лениво шевеля крыльями. Подъехала машина, такая же, как у Димы, остановилась почти у подъезда. Тоня уперлась лбом в стекло, но номер с высоты шестого этажа разглядеть ей не удалось. Впрочем, номер можно не разглядывать. Дима давно в своем кабинете и едва ли думает о ней, Тоне. Из подъезда вышла соседка Лиля, за ней выкатился Тимошка, взял мать за руку. Машина, так похожая на Димину, медленно тронулась, исчезла за углом дома. Соседке Тоне завидовала. У Лили был заботливый муж Иван, веселый сын первоклассник, а сама она всегда выглядела ухоженной и модной, как модель из каталогов интернет-магазинов, в которых Тоня покупала одежду. У Лили было все то, чего так не хватало ей. Тоня еще полюбовалась на унылом глу за окном, с тоской подумала о скользком асфальте, по которому придется брести до метро и, вздохнув, поплелась одеваться. «Все», — напомнила себе она. «Сегодня подаю заявление об уходе и начинаю новую жизнь. Она молодая, красивая, успешная женщина и достойна всего самого лучшего». Правда, красивой она делается только если хорошо накрасится, но это не важно. Важно верить в свою мечту. Рабочий день пролетел незаметно, а день астрономический угасал, так толком и не начавшись. Все Тонино знакомые дружно ругали неудачный перевод времени, превративший без того тоскливую зимнюю жизнь в почти настоящую полярную ночь. Тоня тоже ругала, хотя ей, в общем-то, было безразлично по полной темноте идти на работу или все-таки дождаться хмурого рассвета. В институте давно установлены электронные турникеты. Рабочий день каждый устанавливал себе сам, и основная масса сотрудников подтягивалась часам к 11. Нужно подать заявление об уходе, иначе она изведется в выходные, ругая себя за нерешительность и глупую надежду, что все изменится само собой. Тоня решительно потянулась к телефону. «Дима, подпиши мне заявление, пожалуйста». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова